Давайте поговорим о том, как же правильно хранить крупы на нашей кухне, чтобы в нашем доме всегда водились деньги. Вы знаете, некоторые продукты имеют очень важную составляющую в нашей жизни, потому что они могут привлечь и изобилие, и богатство, и благополучие в вашу жизнь. Поэтому нужно знать, как правильно хранить крупы в доме. И начнем, друзья, мы с муки. Вы знаете, во все времена у наших предков считалось, что мука и пшеница – это главные символы богатства. Поэтому муку всегда держали подальше от посторонних глаз. Поэтому старайтесь, чтобы упаковка была плотная и мука желательно не рассыпалась потом, потому что это приведет к постоянным ссорам и к проблемам с финансами. Поэтому, если вы хотите, чтобы деньги водились, храните муку все-таки правильно. Далее проговорим соль и сахар. Вы знаете, чтобы в доме не было проблем, разногласий, скандалов, храните соль и сахар обязательно в разных шкафчиках. Никогда не оставляйте открытыми сахар, соль и другие крупы. Им всегда закрывайте обязательно плотными крышками. Если относиться небрежно к соли или к сахару, то вокруг вашего дома постоянно будут ходить сплетни и разговоры. Баночки для хранения должны быть непрозрачными. Обратите на это внимание. Если мы говорим о пшеничной крупе, то эта каша считается символом счастья в доме. Чтобы его было в избытке, храните крупу в банке с крышкой именно золотистого цвета. Манная крупа убережет вас от дурного глаза. Если в вашей семье стали происходить какие-то неприятности, проблемы, то тогда рассыпьте по углам немножечко манной крупы. Вот такая информация, друзья, очень важная. Мы с вами хотели поделиться в комментариях. Прямо напишите слово изобилие. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам благ.